К нашему эфиру присоединяются авиационные эксперты, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце. Богдан, рад приветствовать. Здравствуйте. Богдан, а какого качества производят те дроны, которые сегодня производятся в Украине? По вашей профессиональной оценке. Да, мы должны понимать, что на самом деле большое количество дронов, которые производятся, они есть разного уровня подготовки. В первую очередь все зависит от того, это производство массовое или это производство непосредственно связанное с так называемыми малыми партиями. Как правило, чем больше партий, которые производятся, тем более высокое качество того товара, который производится непосредственно на этих фабриках. Да, но думаю о качестве можно говорить по результатам. Результаты впечатляющие на многих направлениях и не только на территории Украины, но и на территории Российской Федерации. Ряд военных объектов, расположенные там, уже почувствовали на себе, что такое украинские дроны. По общедоступной информации, какие сегодня дроны производит Украина? Да, тех дронов, которые производятся, в первую очередь речь идет как раз о непосредственно о так называемых ударных дронах. Это в первую очередь FPV-дроны, которые используются для поддержки наземных сил и уничтожения вражеских целей, таких как пехота, боевая бронированная техника. Если мы говорим непосредственно о дальних целях, то это, как правило, уже ударные дроны, типа летающее крыло. В принципе, фактически речь идет о таких себе аналогах украинских шахедов. Но мы видим, что их количество и ассортимент намного шире. И в том числе это касается и непосредственно самой линейки. Потому что есть разные дроны с разной дальностью, с разным количеством полезной нагрузки, которую они могут нести. И в том числе мы видим, что на сегодняшний день максимальная дальность, она составляет порядка до 1600 километров для отдельных видов. Но большинство ударных дронов, которые производятся, они, как правило, уничтожают вражеские цели в глубину от 120 до 300 километров. Это для типа крыло. И, как правило, не больше 10-20 километров для дронов типа квадрокоптер, ну или так называемые FPV-дроны. Богдан, означает ли те цифры, которые назвал Федоров, что на самом деле компаний, которые производят дроны в Украине, намного больше, чем 100+, просто далеко не все они вышли на хороший уровень качества своих товаров, и поэтому государство не может закупать их? Ну, смотри, здесь две важные составляющие касательно именно компаний. Количество компаний, это не всегда прямо зависит от объема производства, потому что могут быть компании, которые способны производить несколько десятков беспилотников в первую очередь. И, конечно, мы должны понимать, что эти беспилотники могут иметь ограниченные характеристики. Если мы говорим о так называемом массовом производстве, то, конечно, количество производителей, оно небольшое. Но мы видим, в первую очередь, что такие производители могут производить эти беспилотники тысячами или даже десятками тысяч. Богдан, а в процессе производства дронов стремится ли Украина к полной самостоятельности? Или наоборот, цель все-таки коллаборация, сотрудничество с другими государствами, у которых тоже есть немалый опыт по производству беспилотных летательных аппаратов, для того, чтобы вместе создать что-то еще лучшее? Ну, смотрите, мы должны понимать, что первые дроны, которые выпускались, они, как правило, имели ограничения, потому что были зависимы от китайских комплектующих. Но на сегодняшний день большинство как раз дронов, которые производятся, они используют в основном уже не китайские производственные мощности. Это, как правило, в основном европейские поставщики. И мы видим тенденцию к переносу производственных мощностей непосредственно уже на территорию Украины. Потому что определенные части, такие корпусы, как определенные микросхемы, даже вместе с доплатой управления, они производятся непосредственно уже украинскими компаниями. Если можно озвучивать эту информацию, озвучьте, пожалуйста, насколько, например, сегодня Украина в процессе производства дронов зависит от тех же китайских деталей? Ну, сложно сказать, мы должны понимать, что часть производителей, они продолжают зависеть от китайских комплектующих, но есть уже некоторые производители, которые, в принципе, отказались от китайских комплектующих и полностью стали независимы от этого рынка. Основная критическая зависимость как раз от китайских комплектующих, это в основном речь идет об аккумуляторах, но мы видим, что и эти ресурсы, в принципе, начинают на сегодняшний день находить и на других рынках. После войны какие перспективы открываются для Украины на этом рынке, на рынке производства беспилотных летательных аппаратов, которые уже не нужно будет применять непосредственно в боевых действиях? Да, если говорить о применении непосредственно во время боевых действий, то мы должны понимать, что тот опыт Украины и производство самих технологий и методов применения, они станут на самом деле фундаментом для Украины для будущих масштабирований производства беспилотников. Это означает, что Украина сможет стать достаточно большим поставщиком и с точки зрения самих технологий, с точки зрения самой техники и в том числе для обучения других стран, которые захотят создавать в своем составе так называемые роды войск, которые эксплуатируют беспилотную технику. Это означает, что тот опыт и те технологии применения, они на самом деле несколько десятков лет будущих Украина будет главным экспертом в мире по применению и по производству беспилотников. Богдан, а что тем временем происходит у наших врагов, страны-террористки Российской Федерации, которая по сути развязала войну против Украины и тоже довольно активно использует беспилотные системы? Да, если говорить об применении и использовании беспилотных систем Российской Федерации, мы видим, что они в принципе тоже не стоят на месте, развиваются и системы и так называемые средства противодействия. В первую очередь речь идет о системах так называемой радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Но если говорить о российских беспилотниках, то основная их часть как раз так называемые беспилотники, которые производят мониторинг воздушного пространства и разведку. Если говорить об украинских дронах, то в первую очередь речь идет о так называемых ударных дронах. Потому что те ударные беспилотники, которые использует Российская Федерация, то основная часть, которую мы знаем, они, как правило, произведены по иранской лицензии, и это все те же беспилотники типа Шахед. А если глобально посмотреть на общую картину, насколько Россия зависит от импорта деталей в процессе производства беспилотников? Да, если говорить об зависимости России в производстве самых беспилотников, то мы должны понимать, что ключевая часть это в основном китайские комплектующие, и, конечно, они являются критически зависимы от китайских комплектующих для производства. Потому что на сегодняшний день ключевые компоненты, а это в первую речь идет об двигателях, о микросхемах памяти, в том числе о аккумуляторных мощностях, то, конечно, это в основном рынок Китая. Способны ли они, на ваш взгляд, справиться исключительно своими силами? Российская Федерация имеется в виду. Либо, например, прекращение поставок из Китая может полностью положить всю эту индустрию у них? Ну, смотрите, если Китай ведет полномасштабные санкции на поставку на территорию России комплектующих для беспилотной авиации, в первую очередь для FPV-дронов, для другой беспилотной техники, то мы должны понимать, что возможности по производству таких устройств для Российской Федерации станут существенно сложнее, потому что, в принципе, обойти возможности производить полностью закрытый цикл беспилотников Российской Федерации не может. Хотя им тоже удалось уже большую часть тех или иных комплектующих локализировать. В первую очередь речь идет о производстве корпусов, о производстве определенных элементов управления, но при этом ключевые системы такие, как навигация, даже всем известный ГЛОНАСС, который является якобы российский, он все равно построен на 50 и больше процентов на базе западных комплектующих, а некоторые системы на 100% от них зависят. А часто ли новые какие-то изделия, дроны имеются в виду, беспилотники, появляются с российской стороны? Ну, те, которые залетают на украинскую сторону? Да, если говорить о появлении новых видов, то мы видим, в принципе, они периодически появляются, но, как правило, речь не идет об их массовом характере. Если мы посмотрим на украинские беспилотники, их десятки раз количество разных видов больше, и это позволяет как раз военным выбирать лучшие типы, и те лучшие типы, они получают поддержку, и, как правило, в будущем начинают развиваться, наращивать возможные объемы по производству, и в том числе владеют более высокими характеристиками. Кстати, а я возвращаюсь к украинскому производству беспилотных систем. Закладывается ли изначально вопрос борьбы с различными родами системами РЭП с той стороны, с российской стороны, при производстве украинских беспилотников? Ну, смотрите, мы должны понимать, что, если мы говорим о применении так называемых FPV-беспилотников, вот это дешевые беспилотники, и методы защиты от внешних источников влияния, они, как правило, должны быть бюджетными, чтобы этот беспилотник существенно не дорожал своей стоимости. И, как правило, они имеют достаточно низкий порог защиты от систем РЭП. Если мы говорим об дальних ударных беспилотниках, то, как правило, такие беспилотники уже требуют достаточно серьезных систем защиты от внешних вмешательств, в том числе вмешательства в каналы навигации и позиционирования, для того, чтобы пройти так называемую буферную зону. Это порядка 50-70 километров группы Российской Федерации, где уже фактически начинается внутренняя воздушная пространство России, которая не прикрыта никакими дополнительными системами, и там уже можно свободно прилетать. Поэтому для таких беспилотников ключевая задача преодолеть буферную зону, попав в внутреннюю Россию, они могут достаточно далеко и эффективно лететь и выполнять свои задания. А можем ли мы утверждать, что, по сути, и системы электронного подавления, РЭП, например, радиоэлектронной борьбы, и беспилотники — это те системы, которые развиваются буквально параллельно? Ну, мы должны понимать, что, в принципе, эти системы, которые взаимозависимы, как только появляются более серьезные, более эффективные беспилотники, это вызывает в Органе необходимость усовершенствовать свои системы радиоэлектронной борьбы, и таким же образом это зеркально требует от производителей искать новые пути усиления и улучшения этих беспилотников, чтобы они были более защищены от таких новых видов воздействия. Это фактически такое постоянное гонки, и, как правило, от появления нового беспилотника или новой технологии проходит в среднем два, иногда четыре месяца, и РЭП уже находит какое-то новое противодействие или, наоборот, какую-то свою новую собственную технологию. Еще раз повторю слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, согласно которой тогда, это в начале полномасштабного вторжения, было только семь производителей РЭХи в Украине, которые занимались производством дронов, у которых государство могло покупать дроны. Сейчас их 100+, производство возросло в 100 раз, подчеркнул министр, а я от себя добавлю, что это далеко не предел Богдан. Большое спасибо. Богдан Долин, соавиационный эксперт и менеджер авиационного сектора, присоединялся к нашему эфиру. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом.